Урок 1. Время чашки кофе. Привет, Анна. Хочешь выпить чашечку кофе? Конечно, звучит отлично. Мне не помешало бы повысить дозу кофеина. Отлично, давайте отправимся в новое кафе на улице. Звучит неплохо для меня. Какой кофе ты обычно пьешь? Я большой поклонник хаус-бленда. Он насыщенный и ароматный. Как насчет тебя? Я сам больше люблю ванильный латте. Сладость уравновешивает горечь. А, звучит неплохо. Хочешь, чтобы я заказал его и тебе? Это было бы замечательно. Спасибо. А еще я принесу нам пару этих соблазнительно выглядящих пирожных. Отличный выбор. Это будет восхитительный кофе-брейк. Урок 2. Вождение и общественный транспорт. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты часто ездишь на автобусе. Да. Я стараюсь сократить время на вождение и больше пользоваться общественным транспортом. Понимаю. Почему вы решили пойти по этому маршруту? Что ж, отчасти это связано с воздействием вождения на окружающую среду. Кроме того, с автобусом гораздо меньше хлопот. Это правда, но разве вам не кажется, что на то, чтобы добраться до места, нужно намного больше времени? Может, но на самом деле я не против. Это дает мне время почитать или просто отдохнуть во время поездок на работу. Хм, справедливое замечание. Думаю, я так привык к удобству своей машины. Понимаю. Но учли ли вы затраты на владение и обслуживание транспортного средства? Хорошие замечания. Придется немного подробнее взвесить все «за» и «против». Урок 3. Профилактика бешенства. Привет, Анна. Вы слышали о вспышке бешенства в соседнем городе? А нет, это очень беспокоит. Бешенство – очень серьезное и опасное заболевание. Определенно. Я читал, что без лечения болезнь почти всегда приводит к летальному исходу. Да. Именно поэтому профилактика так важна. Знаете ли вы, каковы основные причины бешенства? Я полагаю, что он обычно передается через укусы инфицированных животных, верно. Именно так. Дикие животные, такие как еноты, скунсы и летучие мыши, являются наиболее распространенными переносчиками. Ура! Хорошо, что я постоянно информирую своих питомцев о прививках от бешенства. Совершенно верно. Вакцинация домашних животных – один из лучших способов предотвращения распространения бешенства. Это очень приятно. Мне тоже придется быть очень осторожным, когда я выйду на улицу. Урок 4. Путешествие в Лондон. Привет, Анна. Ты сегодня куда-то идешь. На самом деле, да. Я иду в Лондон в деловую поездку. А, здорово, я всегда хотела побывать в Лондоне. Какова цель вашей поездки? Просто конференция для моей компании. Но я тоже надеюсь заглянуть и осмотреть достопримечательности. Это круто. Вам придется сделать много фотографий и рассказать мне все об этом, когда вернетесь. Абсолютно. Мне очень не терпится познакомиться с городом. Это в моем списке желаний уже целую вечность. Что ж, чудесно проведите время. Безопасных путешествий и приятного времяпрепровождения. Спасибо, Джон. Обязательно это сделаю. Эта поездка станет отличным опытом. Уверен, что так и будет. Принеси мне сувенир. Не так ли? Урок 5. Совершенствование моих маркетинговых навыков. Здравствуй, Анна. Я хотела с тобой кое о чем поговорить. Привет, Джон. Конечно. О чем ты думаешь? Что ж, я подумываю вернуться в школу, чтобы получить степень магистра маркетинга. Это действительно интересно. Почему вы решили заняться этим? Мне кажется, это определенно повысит мои нынешние навыки. Мне бы очень хотелось расширить свои знания в этой области. Отличная идея. Степень магистра маркетинга действительно может открыть для вас новые возможности. Именно так. Думаю, это будет ценная инвестиция в мой будущий карьерный рост. Я согласен. Это говорит о том, что вы активно занимаетесь своим профессиональным развитием. Совершенно верно. Меня очень радует перспектива расширить свой опыт в области маркетинга. Урок 6. Увлечения. Привет, Анна. Я слышала, что в центре города открылся новый магазин, в котором есть все необходимые для наших хобби. Хочешь это проверить? Звучит отлично, Джон. Мне бы очень хотелось посмотреть, что у них есть. Я давно хотела попробовать новый ремесленный проект. Отлично. Пойдем. Мне особенно интересны художественные принадлежности. Я давно хотела вернуться к живописи. Рисование. Это так круто. Я не знал, что ты художник. Я всегда хотела научиться рисовать. Прошло много времени, но раньше мне это нравилось. Возможно, я смогу научить вас нескольким техникам, если хотите. Буду очень признателен, Джон. Будет весело вместе освоить новое хобби. Безусловно, это будет отличный опыт общения. Уверен, что в этом новом магазине мы найдем множество интересных вещей. Не могу дождаться. Давайте посвятим этому день, а потом пообедаем и спланируем наш первый художественный проект. Похоже на план. Это будет потрясающее приключение. Урок 7. Наличие наличных денег под рукой. Привет, Анна. Ты обычно носишь с собой наличные или больше полагаешься на кредитные карты? Что ж, я стараюсь держать под рукой немного наличных на всякий случай. Никогда не знаешь, когда кредитные карты могут быть не приняты. Это хорошее замечание. Я не всегда стараюсь брать с собой наличные, но всегда лучше быть готовым. Точно. Я бывал в ситуациях, когда мне нужны были наличные, а у меня их не было, и это может быть очень неудобно. Да, я помню, как однажды я была в небольшом местном магазине, где брали только наличные. Мне пришлось бежать к ближайшему банкомату, что было довольно сложно. Это самое худшее. Всегда хорошо иметь запасной план и иметь при себе немного наличных на всякий случай. Определенно. Думаю, на всякий случай я начну прикладывать больше усилий, чтобы держать несколько купюр в кошельке. Это умная идея. Никогда не знаешь, когда это может пригодиться. Именно так. Спасибо за совет. Отныне я обязательно буду иметь при себе немного наличных. Урок 8. Планирование поездки. Привет, Анна. Я скоро планирую поездку. У вас есть какие-нибудь советы для меня? Ах, куда ты собираешься пойти? Я пока не уверен, но хочу убедиться, что готов. У вас есть какой-нибудь совет? Конечно. Не забудьте солнцезащитный крем. Это просто необходимо в любой поездке. Отличный звонок. Что еще мне взять с собой? Хорошая пара обуви для ходьбы всегда важна, и не забудьте взять с собой легкую куртку на случай изменения погоды. Отмечено. А как насчет планирования самой поездки? Есть какие-нибудь советы? Я бы порекомендовал заранее исследовать окрестности и составить приблизительный маршрут, но при этом оставить место для спонтанности. Похоже, это хороший баланс. Я не хочу слишком много планировать, но я также не хочу, чтобы меня застали врасплох. Урок 9. Теннисный вундеркинд. Привет, Анна. Вы слышали об этой молодой теннисистке, которая в юниорском возрасте занимала первое место в мире? Нет, не думаю, что я это слышала. Расскажи мне больше. Судя по всему, к 14 годам этот игрок занял первое место и уже выиграл титулы открытых чемпионатов Италии и Франции. Ух ты! Это невероятно! Быть таким успешным в столь юном возрасте действительно впечатляет. Знаю. Верно. Это просто говорит о том, насколько талантливы некоторые из этих молодых спортсменов. Определенно. Интересно, какая подготовка и самоотверженность потребовались им, чтобы так рано достичь этого уровня? Могу только представить. Должно быть, они провели на корте бесчисленное количество часов, даже будучи детьми. Совершенно верно. Удивительно видеть такой уровень энтузиазма и целеустремленности в таком молодом человеке. Это действительно так. Мне интересно посмотреть, как будет развиваться их карьера. Очевидно, что им суждено стать великими. Урок 10. Пикник в парке. Доброе утро. Анна, вы слышали об этом прекрасном парке рядом с нами? Да, у меня есть. Я слышала, что есть несколько мест для пикников, где мы могли бы хорошо пообедать. Звучит отлично. Есть ли в парке рестораны или нам следует упаковать еду самостоятельно? Насколько я знаю, в парке есть несколько вариантов еды, но, пожалуй, лучше взять с собой пикник. Хорошо. Отлично. Мы можем упаковать бутерброды, фрукты и, возможно, даже десерт. Это будет прекрасный день для отдыха. Определенно. Обожаю устраивать пикники в парке. Мы можем найти красивое место с видом и просто расслабиться. Именно так. Это будет приятная смена темпа по сравнению с привычной рутиной. Я с нетерпением жду этого события. Я тоже. Думаю, для нас это будет отличный способ провести время вместе. Совершенно верно. Это будет прекрасный день. Урок 11. Путешествие по новому месту. Доброе утро. Анна. У вас есть планы на нашу поездку на следующей неделе. Я пытаюсь найти лучший способ передвижения по новому городу. Привет, Джон. Я только что этим занимался. Кажется, есть несколько вариантов транспорта, которые мы могли бы рассмотреть. Как вы думаете, что лучше всего подойдет нам? Что ж, я подумала, что мы могли бы взять на прокат машину. Таким образом, у нас будет возможность исследовать окрестности по собственному графику. Неплохая идея. Хотя передвигаться по незнакомому городу на машине может быть немного сложно. Возможно, нам также следует обратить внимание на систему общественного транспорта. Вы правы. Общественный транспорт может быть проще, особенно если мы будем часто бывать в центре города. Вы знаете, есть ли у них хорошая сеть метро или автобусов? Судя по тому, что я прочитал, система метро довольно обширна и надежна. Мы могли бы получить транзитный пропуск, и это даст нам неограниченное количество поездок. Отлично. В таком случае, похоже, все в порядке. Мы можем рассмотреть возможность получения этих пропусков заранее, чтобы сэкономить время по прибытии. Определенно. Я обязательно изучим транзитные маршруты и расписание, чтобы мы могли эффективно спланировать наш маршрут. Отлично. Спасибо, Анни. Я думаю, что благодаря продуманному транспортному плану мы сможем максимально использовать время, проведенное в новом городе. Урок 12. Удобный шоппинг обуви. Привет, Анна. Мне нужна новая обувь для ходьбы для нашей поездки. Какие-нибудь рекомендации? А да. Удобная обувь просто необходима для всех прогулок, которые мы будем проводить. Я только что купил самую потрясающую пару, у нее отличная амортизация. Отлично. Какие они? Я хочу убедиться, что меня действительно поддержат. Это пара легких кроссовок со стельками из пены с эффектом памяти. Они такие удобные, что я могу носить их весь день и у меня не болят ноги. Хм, звучит отлично. Как вы думаете, вы могли бы отправить мне ссылку на те, которые у вас есть? Я бы с удовольствием их осмотрел. Конечно. Позвольте мне рассказать об этом подробнее. А, и вы можете мне тоже купить бежевую пару. Мне нравится, насколько они универсальны. Бежевый. Интересный выбор цвета. Но если они такие удобные, как вы говорите, я с радостью куплю пару и в этом оттенке. Поверьте, бежевый выглядит очень красиво. Кроме того, он подойдет ко многим моим нарядам для поездки. Хорошо. Вы меня убедили. Я закажу пару этих туфель для нас обоих. Спасибо за рекомендацию. Урок 13. Изучение океана. Анна, вы когда-нибудь бывали в океане? Я так рада увидеть это в нашей поездке. Океан. Ах да, мне это нравится. Это просто огромный и мощный водоем. Все это можно перекинуть в маленьком бумажном стаканчике. Бумажный стаканчик. В самом деле, мне трудно в это поверить. Разве океан не просто огромен? Ха-ха, я немного преувеличиваю. Но знаете, если бы у вас был очень большой бумажный стаканчик и ложка для весла, вы могли бы хотя бы пересечь маленькую лужу. Что ж, я, конечно, не планирую это делать. Я просто хочу встать на берег и полюбоваться невероятным видом. Возможно, даже сходите поплавать, если вода достаточно теплая. Звучит прекрасно. Звук грохочущих волн и соленого воздуха так успокаивает. А купание в океане – это уникальный опыт. Не могу дождаться. Бьюсь об заклад, там было бы легко просто поплавать, чтобы вода поддерживала все ваше тело. Точно. Это почти как невесомость. Вы можете просто откинуться на спинку кресла и позволить течению мягко унести вас. Звучит просто чудесно. Я позабочусь о том, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы насладиться океаном во время путешествия. Урок 14. История шоколадного печенья. Анна, на днях я читала об истории шоколадного печенья. Знаете ли вы, что на самом деле они были изобретены случайно? Ни за что. Правда. Я обожаю шоколадное печенье, но никогда не знала предыстории. Как они появились? Что ж, история гласит, что владелица отеля Толл Хаус Инрут Уэйкфилд пыталась приготовить партию шоколадного печенья. Но у нее не было шоколадного печенья. А нет, это, должно быть, разочаровала. Так что же она сделала вместо этого? Вместо твердого шоколада она нарезала полусладкую плитку шоколада Несрл и добавила кусочки в тесто для печенья. И на свет появилось шоколадное печенье. Уго! Это такая хитрая случайность. Должно быть, кусочки шоколада растаяли в тесте, чтобы получились восхитительные шоколадные кармашки. Точно! А вскоре после этого компания Несрл начало массовое производство шоколадной стружки, благодаря чему любой желающий может легко воссоздать это печенье в домашних условиях. Это просто потрясающе! Кто бы мог подумать, что простая замена может привести к созданию такого культового десерта. Печенье с шоколадной крошкой – мое любимое! Мой тоже. Теперь каждый раз, когда я его ем, я вспоминаю тот счастливый случай, произошедший на кухне Толхаус Ин много лет назад. Урок 15. Примерка обуви разных стилей. Анна, я не могу решить, какую обувь выбрать для нашей поездки. Есть так много вариантов. Я знаю, что вы имеете в виду. Покупка обуви может быть утомительной, особенно если вы хотите найти идеальную пару. Какие стили вы рассматривали? Что ж, я подумывал о спортивных кроссовках, но я также видел несколько хороших повседневных лоферов, которые могли бы подойти. Хм, это действительно зависит от того, какие мероприятия вы запланировали. Кроссовки отлично подойдут для долгих прогулок, но лоферы, возможно, подойдут для более нарядных мероприятий. Это хорошие замечания. Думаю, мне стоит подумать о нашем маршруте и о том, какую местность мы будем преодолевать. Определенно. Почему бы вам не попробовать несколько разных вариантов и не посмотреть, какой из них вам наиболее удобен? Вам нужна обувь, которая будет поддерживать ваши ноги весь день. Отличная идея. Я пойду в магазин и посмотрю, смогу ли я найти несколько стилей для тестирования. Возможно, я даже привезу домой пару пар, чтобы узнать ваше мнение. Звучит отлично. Я буду рад дать вам свой честный отзыв. Примерка различных материалов и дизайнов поможет вам найти идеальную обувь для нашей поездки. Отлично. Спасибо, Анни. Я уверена, что с вашей помощью я смогу найти идеальную пару обуви, которая доставит мне удовольствие от нашего приключения. Урок 16. Это дух. Привет, Анна. Ты слышала о поездке нашей подруги. Похоже, их ждало настоящее приключение. А, правда. Что произошло? Что ж, они столкнулись с неожиданными трудностями, но они сохранили позитивный настрой и сделали все возможное. Отлично. Преодоление трудностей и хорошее мышление могут изменить ситуацию к лучшему. Определенно. Они сказали, что это действительно преподало им ценные уроки для будущих путешествий. В этом и заключается дух. Такое гибкое и стойкое мышление очень важно, когда все идет не так, как планировалось. Совершенно верно. Все дело в том, как вы подходите к препятствиям, а не только к самим препятствиям. Именно так. Позитивный настрой может сыграть решающую роль в превращении стрессовой ситуации в незабываемые впечатления. Определенно. Я рад, что они смогли выдержать удары и извлечь из них максимум пользы. Урок 17. Съемка под разными углами. Привет, Анна. Я смотрела на ту новую камеру, которая у тебя есть. Для съемки под разными углами это кажется отличным вариантом. Ах да. Мне очень нравится универсальность этой камеры. Поворотный экран позволяет легко творчески подойти к выбору ракурсов. Это круто. Какие снимки вам удалось сделать с его помощью до сих пор? Я много экспериментировал. Получал низкие снимки, большие углы и даже забавные ракурсы для селфи. Диапазон движений действительно впечатляет. Приятно, что это должно открыть множество художественных возможностей. Возможность переключить ракурс может иметь большое значение. Определенно. Мне кажется, это помогает мне взглянуть на вещи с новой точки зрения и попробовать разные композиции. Отлично. В целом, скажете ли вы, что эта камера – хорошая инвестиция для тех, кто хочет улучшить свою фотоигру? Совершенно верно. Качество изображения просто фантастическое, а различные режимы съемки делают его действительно универсальным. Я очень доволен этим. Отлично. Приятно слышать. Похоже, фотоаппарат стоит рассмотреть каждому, кто увлекается фотографией. Урок 18. Неожиданные проблемы Привет, Анна. Как прошел ваш проект реконструкции? Я слышала, что вы столкнулись с неожиданными проблемами. А, боже, ты не шутишь. Конечно, это было что-то вроде американских горок. А, что случилось? Надеюсь, это было не так уж и сложно. Что ж, я обнаружил протекающую трубу, которую мне нужно было починить, прежде чем я смогу двигаться дальше. Определенно неожиданное испытание. Ура! Это никогда не бывает весело. Как вам удалось с этим справиться? У меня немного болела голова, но я рада, что заболела рано. Пришлось вызвать сантехника, чтобы разобраться. Бьюсь об заклад, это добавило проекту дополнительного времени и средств. Так бывает всегда, не так ли? Расскажите мне об этом. Но я старался сохранять позитивный настрой и не переставать наносить удары. Нужно быть гибким, верно? Совершенно верно. Если вы столкнетесь с подобными сюрпризами, правильное мышление может сыграть решающую роль. Урок 19. Определенно не могу дождаться. Привет, Анна. Ты в восторге от большого события в эти выходные. Мне не терпится поехать. Привет, Джон. Да, я определенно с нетерпением жду этого. Прогноз погоды выглядит отлично, поэтому я надеюсь, что он поможет. Приятно это слышать. Я просто надеюсь, что здесь будет достаточно занятий, чтобы развлечь нас все время. Уверен, что так и будет. Я слышала, что у них запланировано много веселых игр и аттракционов. Будем надеяться, что мы тоже сможем найти хорошие варианты еды. Совершенно верно. Вкусная еда станет идеальным завершением дня. Я уже проголодался от одной мысли об этом. Я тоже. Это будет прекрасное время. Не могу дождаться, когда смогу оставить с тобой прекрасные воспоминания. Согласовано. Я так рада, что мы решили пойти вместе. Это будет незабываемый опыт. Определенно. У меня хорошие предчувствия по этому поводу. Это событие станет событием, посвященным книгам. Согласен. Не могу дождаться. Это будет потрясающе. Урок 20. Приключения на велосипедах по побережью. Привет, Анна. Я подумывал о нашей поездке. Нам стоит взять на прокат велосипеды и исследовать прибрежные тропы. А, это звучит как фантастическая идея. Мне нравится идея смотреть на побережье таким образом. То же самое и здесь. Мы смогли бы охватить так много места и по-настоящему полюбоваться видами. Определенно. Езда по тропам была бы таким увлекательным и активным способом познакомиться с окрестностями. Совершенно верно. Кроме того, это даст нам возможность немного сойти с проторенных дорог. Отличное замечание. Езда на велосипеде позволит нам добраться до мест, куда мы, возможно, не сможем добраться пешком. Именно так. Мы действительно могли бы погрузиться в естественную красоту побережья. Я продан. Давайте обязательно планируем взять на прокат велосипеды хотя бы на часть поездки. Отлично. Я рассмотрю лучшее место проката и велосипедные трассы в этом районе. Урок 21. Новые гаджеты. Привет, Анна. Вы слышали о новой функции учетной записи, которая только что появилась. Судя по всему, теперь вы можете нажать кнопку, чтобы поставить оценку. Вау. Это действительно интересно. Я бы с удовольствием это попробовал. Знаете ли вы, есть ли другие новые функции в этой учетной записи? Да, я читал, что они также добавили функцию, с помощью которой вы можете запросить 500 долларов для своей учетной записи. Это может быть очень полезно. Отличная идея. Мне придется разобраться в этом. Интересно, какие еще интересные функции они могут добавить в будущем? Я тоже всегда нахожусь в поиске новых гаджетов и технологий. Приятно изучать все последние обновления. Определенно. Мне нравится быть в курсе последних тенденций. Есть ли у вас другие любимые новые гаджеты или функции, которые вы недавно открыли для себя? Хм, дай мне подумать. А, я слышала об этом классном приложении, которое помогает вам исследовать и документировать вашу семейную родословную. Звучит очень интересно. А, звучит полезно. Отслеживание истории вашей семьи может быть очень полезным. Мне придется это проверить. Да, подумываю попробовать. Над этим проектом было бы интересно работать. Урок 22. Оживленное туристическое место. Привет, Анна. Вы слышали об этом новом туристическом месте, от которого все в восторге? Нет, у меня нет. В чем дело? Действительно ли оно настолько популярно? Абсолютно. Судя по всему, оно привлекает гораздо больше посетителей, чем близлежащее аналогичное место. Мне интересно узнать, что привлекает туда людей. Это интересно. Как вы думаете, в чем может быть причина? Это местоположение, достопримечательности или что-то еще? Что ж, судя по тому, что я слышал, виды и развлечения здесь совершенно уникальны по сравнению с другими местами. Кроме того, доступность и транспортные возможности, похоже, улучшились. Ах, понятно. В таком случае ключевыми факторами должны быть легкий доступ и уникальные предложения. Интересно, разумны ли и цены? Это может стать еще одной ничьей. Хорошие замечания. Мне придется изучить цены и посмотреть, способствует ли это увеличению трафика. Было бы здорово посетить и убедиться в этом воочию. Определенно. Если цены справедливые, а впечатления действительно исключительные, я понимаю, почему это место стало таким популярным. У меня возникает соблазн проверить это сам. То же самое и здесь. Нам стоит спланировать поездку туда в ближайшее время. Было бы интересно осмотреть это место и узнать, из-за чего весь этот ажиотаж. Урок 23. Сохранение деталей. Привет, Анна. Я хотела бы вернуться к тому туристическому месту, о котором мы говорили ранее. Вы нашли больше информации об этом? Да, у меня есть. Похоже, что главная причина, по которой город привлекает так много посетителей, это уникальные мероприятия на свежем воздухе, которые они предлагают. А, правда? О каких занятиях идет речь? Что-нибудь особенно интересное или увлекательное? Судя по тому, что я прочитал, у них есть невероятная пешеходная тропа с захватывающими дух видами, а также несколько действительно крутых водных видов спорта на близлежащем озере. Ух ты! Звучит потрясающе. Сочетание природной красоты и активного отдыха должно быть большим плюсом. На что еще стоит обратить внимание? Хм, дай мне посмотреть. А, и доступность, похоже, тоже является важным фактором. Судя по всему, у них есть отличные варианты общественного транспорта, которые позволяют людям легко добраться туда. Это просто фантастика. Легкий доступ имеет ключевое значение, особенно для популярного туристического направления. На что еще мне стоит обратить внимание? Да, еще один момент. Цены на развлечения и проживание кажутся вполне разумными, что, вероятно, способствует увеличению количества посетителей. Приятно знать. Доступные цены и все другие привлекательные факторы делают это место действительно привлекательным. Теперь мне еще больше не терпится спланировать поездку туда. Урок 24. Жажда печенья. Утро. В последнее время я жажду печенья. Заметили ли вы новые пекарни или кафе, где печенье привлекает большое внимание? Хм, теперь, когда вы об этом упомянули, я услышала об этой новой пекарне, печенье которой пользуется большим спросом. Очевидно, они используют специальные ингредиенты, которые помогают печенью оставаться свежим и мягким в течение очень долгого времени. А, это интересно. Какие специальные ингредиенты они могут использовать? Мне интересно узнать больше о том, как они могут сохранять печенье таким свежим. Насколько я знаю, они используют сочетание высококачественного сливочного масла, небольшого количества меда и некоторых уникальных смесей муки. Все дело в идеальном соотношении, позволяющем сохранить мягкую и липкую текстуру. Ух ты, звучит потрясающе. Неудивительно, что люди не могут перестать восхищаться ими. Знаете ли вы, предлагают ли они какие-либо уникальные или особенные вкусы печенья? Да, на самом деле. Я слышала, что у них действительно необычные и восхитительные вкусы, такие как соленая карамель, кусочек темного шоколада и даже сезонные тыквенные специи. А, соленая карамель и тыквенные специи звучат совершенно божественно. Я проголодался от одной мысли об этом. Ты сам пробовал какое-нибудь их печенье? Пока нет, но я определенно планирую посмотреть их в ближайшее время. Отзывы были настолько положительными, что я больше не могу устоять перед соблазном. То же самое и здесь. Нам стоит как-нибудь спланировать поездку туда вместе. Было бы здорово попробовать разные вкусы и посмотреть, из-за чего весь этот ажиотаж. Урок 25. Менее пройденный путь. Привет, Анна. Я пытаюсь спланировать поездку на эти выходные. У вас есть предложение по лучшему маршруту? А, путешествие на автомобиле, как увлекательно. Что ж, я слышал, что живописный маршрут по сельской местности особенно красив в это время года. Это может занять немного больше времени, но виды должны быть потрясающими. Звучит прекрасно. Этот маршрут значительно длиннее, чем вариант с более прямым шоссе. Я стараюсь сочетать красоту пейзажей с удобством. Хм, дай мне подумать. Я думаю, что живописный маршрут длится примерно час дольше, но шоссе могут быть довольно загружены, особенно по выходным. На проселочных дорогах, возможно, будет немного спокойнее. Понимаю. Дополнительный час – это не так уж плохо, и возможность насладиться пейзажем может того стоить. Как вы думаете, что было бы лучшим вариантом с точки зрения общего впечатления? Судя по тому, что я знаю, я бы, наверное, порекомендовал бы этот живописный маршрут. Сама поездка может стать частью приключения, и по пути вы увидите действительно живописную местность. Вы делаете хорошие замечания. Путешествие так же важно, как и пункт назначения, не так ли? Ладно, думаю, в таком случае я не против этого живописного маршрута. Спасибо за полезный совет. Отлично. Я начну планировать маршрут и принимать необходимые меры. Это будет веселый небольшой отдых. Урок 26. Экскурсионное приключение Привет, Анна. Вы уже бывали на Ниагарском водопаде? Нет, у меня нет. Но мне всегда хотелось его увидеть. Стоит ли ехать? Определенно. Водопады просто потрясающие. Но вы знаете, что маленький городок Ниагара-Он-Ти-Лейк, расположенный неподалеку, тоже очень очарователен. А, я об этом не знала. Как выглядит Ниагара-Он-Ти-Лейк? Это причудливое маленькое местечко с историческими зданиями, симпатичными магазинами и отличными винодельнями. Туристы часто не обращают на него внимания и просто идут прямо к водопаду. Хм, звучит как хорошее дополнение к путешествию. Если я поеду, обязательно посмотрю его. Да, это скрытая жемчужина. Дорога от водопада до Ниагара-Он-Ти-Лейк тоже очень живописна. Отлично. Спасибо за совет. Если я планирую поездку на Ниагарский водопад, я не забуду про Ниагар-Он-Ти-Лейк. В любое время. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по путешествиям по Ниагаре. Урок 27. Проблемы языкового барьера. Привет, Анна. Я хотела спросить, у тебя когда-нибудь были проблемы с общением в качестве туриста в другой стране? Ах, да. Безусловно. Только в прошлом году я ездил в Италию, и иногда мне было довольно сложно. Могу себе представить. Должно быть, языковый барьер был жестким. С какими проблемами вы столкнулись? Что ж, простые вещи, такие как заказ еды или поиск маршрута, были действительно сложными. Я мало что знал по-итальянски, кроме слов «привет» и «спасибо». Наверное, это было неприятно. Как вам удалось выжить? Я пытался использовать приложение для перевода и указывать на вещи, но это не всегда было эффективно. Мне было неловко беспокоить местных жителей. Понимаю. Преодоление языкового барьера иногда может действительно лишить путешествия удовольствия. Определенно. Но я также встретил очень добрых людей, которые старались понять меня и помочь мне, несмотря на языковые различия. Приятно это слышать. Если вы находитесь в незнакомом месте, вам очень важно иметь такую местную поддержку. Урок 28. Путешествия на поезде. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ездила на поезде? Да, у меня есть. В прошлом году я отправился в путешествие на поезде, и мне очень понравилось. А, хорошо. Куда вы пошли? Я путешествовал из города в сельскую местность. Поездка на поезде была очень живописной и расслабляющей. Звучит прекрасно. Я всегда хотела попробовать себя в путешествии на поезде, но на самом деле так и не сделала этого. Вам обязательно стоит попробовать. Это такой уникальный опыт по сравнению с полетом или вождением. Что вам в ней больше всего понравилось? Мне нравилось сидеть сложа руки, отдыхать и наблюдать за пейзажем. В этом есть что-то действительно умиротворяющее. Звучит привлекательно. И я думаю, что это, наверное, удобнее, чем летать. Урок 29. Варианты питания. Привет, Анна. Я слышала, что в этом районе много отличных ресторанов. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Безусловно, есть много вариантов. На какую кухню вы хотите отведать? Хм, я довольно непредубежден. Есть ли у вас какие-либо диетические ограничения, о которых мне следует помнить? Нет, у меня нет особых диетических потребностей. Но я знаю, что здесь есть много вегетарианских и безглютеновых блюд. Приятно знать. Я надеялся найти место, которое удовлетворит разные предпочтения. В таком случае я бы посоветовал заглянуть в маленькое итальянское бестро в центре города. Здесь есть потрясающее блюдо из пасты, а также отличный выбор салатов. А по-итальянски звучит идеально. И салат тоже подойдет. Совершенно верно. Местоположение тоже очень милое, прямо в самом сердце исторического района. Звучит идеально. Я обязательно добавлю это в свой список мест, которые стоит попробовать. Спасибо за рекомендацию. Привет, Анна. Вы знали, что знаменитый ученый Джордж Вашингтон Карвер действительно переехал на юг, в Алабаму? Ах, я этого не знала. Я думала, что в основном он работал в штате Миссури. Да, после ранней работы в Миссури Карвер вскоре переехал на юг, в штат Алабама, где продолжил свои новаторские исследования. Интересно. Интересно, что побудило его переехать в Алабаму? Судя по тому, что я прочитал, Карвера пригласили поступить на преподавательский состав Института Таскиги в Алабаме, где он мог бы продолжить свою работу в области сельскохозяйственных инноваций. В этом есть смысл. В то время Таскарги был известным афроамериканским учреждением, поэтому для Карвера это, должно быть, была отличная возможность. Совершенно верно. Во время пребывания в Алабаме он внес значительный вклад в развитие школы и окружающего сообщества. Удивительно, как творчество Карвера оказало такое большое влияние, несмотря на то, что он переехал в разные части страны. Да, его преданность научным исследованиям и улучшению жизни фермеров действительно вдохновляла. Наследие Карвера продолжает вдохновлять нас и сегодня. Это интересный способ описать неспокойную ситуацию, Джон. Что ты под этим имеешь в виду? Ну, иногда жизнь может казаться хаотичной, похожей на бушующий шторм, но всем этим руководит чувство божественной цели, понимаете? Я понимаю, о чем ты говоришь. Как будто на работе работает более масштабный план, даже когда кажется, что все вышло из-под контроля. Точно. А в разгар шторма мы все еще можем найти благословение, если откроем глаза. Это прекрасная перспектива. Это напоминает мне поговорку «Да благословит вас всех Бог, да благословит Бог Америку». Даже в трудные времена все еще есть место для благодарности. Совершенно верно. Мы должны верить в то, что у шторма есть причина, даже если мы не можем его сразу увидеть. Я согласен. Все дело в том, чтобы сохранять чувство надежды и целеустремленности, независимо от того, что нам подкидывает жизнь. Хорошо сказано. Приятно знать, что ангел все еще едет в водовороте и ведет нас вперед. Урок 32. Надежные розничные торговцы. Привет, Анна. У тебя в последнее время были хорошие впечатления от покупок в интернете. Да, у меня есть. Я нашла несколько популярных интернет-магазинов, которые мне очень нравятся. А, это здорово. Что тебе в них нравится? Что ж, они действительно надежны с точки зрения доставки, качества продукции и обслуживания клиентов. Я чувствую, что могу им доверять. Приятно это слышать. Я собирался больше делать покупки в интернете, но всегда немного сомневаюсь. Я могу это понять. Раньше я была такой же, но у меня остались такие положительные впечатления, что теперь мне это удобнее. Хм, может, я попробую. У вас есть конкретные рекомендации? Урок 33. Согласование денежного потока. Утро. Я хотел рассказать вам кое-что о финансах нашего бизнеса. А, конечно, в чем дело? Что ж, меня немного беспокоит то, что график платежей не соответствует нашим прогнозам денежных потоков. Понимаю. Это определенно то, что нам нужно решить. Удалось ли вам найти способы улучшить выравнивание? Я рассматривал несколько вариантов, но мне тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Есть идеи о том, как лучше синхронизировать график платежей с денежным потоком? Хм, дай мне подумать об этом. Возможно, мы могли бы обсудить с нашими клиентами другие условия оплаты или рассмотреть возможность предоставления кредитной линии, чтобы устранить любые пробелы. Это хорошие предложения. Я обязательно рассмотрю их. Поддержание здорового денежного потока очень важно для бизнеса. Совершенно верно. Я рад работать с вами над этим, чтобы найти решения, соответствующие нашему финансовому положению. Отлично. Спасибо, Анни. Я очень ценю ваш вклад в это. Это будет иметь большое значение. Урок 34. Экспериментальные звуки. Привет, Анна. Ты в последнее время слушала новую музыку. Знаете, у меня есть. Мне очень понравились некоторые экспериментальные вещи, которые пробовали музыканты. А, интересно. О каких экспериментах вы слышали? Что ж, я заметил, что некоторые артисты изучают разные инструменты и смешивают жанры совершенно уникальным образом. Звучит очень круто. Можете ли вы привести пример того, что вы слушали? Конечно, есть одна группа, которая использует эти поистине уникальные перкуссионные элементы и сочетает их с более традиционными мелодическими инструментами. Ух ты! Звучит увлекательно. Мне бы очень хотелось это проверить. Музыка постоянно развивается. Не так ли? Я согласен. Приятно слышать, что артисты готовы рисковать и экспериментировать со своим звучанием. Урок 35. Производственные помещения. Привет, Анна. Я очень рада создать специальное домашнее учебное пространство. Отлично, Джон. Наличие выделенного места для целенаправленной работы может иметь большое значение. Определенно. Я хочу создать среду, способствующую продуктивности и обучению. Совершенно верно. Какие вещи вы планируете разместить в своем домашнем кабинете? Что ж, я думаю, удобный письменный стол, хорошее освещение и, возможно, даже несколько растений или произведений искусства, чтобы сделать его более привлекательным. Они звучат как отличные дополнения. Главное. Создать практичное и визуально привлекательное пространство. Именно так. И я с нетерпением жду возможности настроить его таким образом, чтобы вдохновить меня на эффективную работу. Это замечательно, Джон. Уверен, что в итоге вы получите фантастическое домашнее учебное пространство, которое поможет вам преуспеть. Надеюсь, что да. Мне просто не терпится начать и посмотреть, как все сложатся. Привет, Анна. Вы слышали о сильном снегопаде, который нас ожидает в эти выходные? Да, я смотрел сводки погоды. Похоже, нас ждет настоящая снежная буря. Совершенно верно. Снег и лед на дорогах могут очень затруднить передвижение. Я немного боюсь добираться до работы. Да, я тоже. На дорогах нам придется быть особенно осторожными. Возможно, нам стоит подумать о работе из дома, если станет совсем плохо. Отличная идея. Занятия фитнесом тоже могут быть отменены из-за снега. Я надеялся хорошо потренироваться в эти выходные. А нет, это ужасно. Хотя я думаю, что вместо этого мы всегда могли бы заняться спортом в помещении. Проявите творческий подход к нашим тренировкам. Вы правы. Это отличное решение. Уверен, что мы сможем найти интересные способы вести активный образ жизни, даже если из-за снега мы застряли в помещении. Именно так. Такая погода может доставлять неудобства, но мы можем извлечь из этого максимум пользы. Превратите это в возможность приятно провести время в помещении. Урок 37. Исследователи и наука. Привет, Анна. Вы слышали о последней экспедиции в тропические леса Амазонки. Нет, у меня нет. Что произошло? Команда исследователей обнаружила новый вид растений, способный вылечить редкое заболевание. Вау! Это потрясающе! Наука так увлекательна! Я выращиваю дома несколько бобовых растений для школьного проекта. В самом деле. Как дела? В этом семестре у меня нет домашних заданий по естественным наукам. Все идет хорошо. Растения прекрасно прорастают. Мы изучаем все о фотосинтезе. Это круто. Мне всегда нравилось изучать биологию растений в школе. Я тоже. Удивительно, как они могут превращать солнечный свет, воду и углекислый газ в пищу. Определенно. Я рад, что исследователи нашли что-то полезное в тропическом лесу. Урок 38. Спрашиваем дорогу. Простите, скажите, пожалуйста, где находится бизнес-центр? Конечно. Оно находится на втором этаже, в коридоре слева. Хорошо. Понял. Спасибо за помощь. Нет проблем. Дайте мне знать, если вам нужны другие инструкции по отелю. Сгодится. Честно говоря, я немного перевернулся. Не волнуйтесь, это большое место. Просто следуйте указателям, и вы найдете его. Благодарю за это. Я не хочу потеряться по дороге на собрание. Уверена. У тебя все будет хорошо. Просто не торопитесь, и вы туда доберетесь. Отлично. Еще раз спасибо за указания. Я их запомню. Урок 39. Уточнение объема проекта. Приятно знать. Наконец, я хотел бы уточнить, что вы хотите получить объем. Уточнить объем работ, указанных в контракте. Конечно. Что бы вы хотели узнать? Можете ли вы предоставить более подробную информацию о сроках и результатах проекта? Совершенно верно. Срок составляет 6 месяцев, а ключевые результаты включают в себя исчерпывающий отчет и презентацию. Ладно. В этом есть смысл. А как же бюджет? Есть ли в этом какая-то гибкость? Бюджет фиксирован, но при необходимости мы можем обсудить корректировку объема ассигнований, чтобы не выходить за рамки выделенных средств. Попался. Я просто хочу убедиться, что мы все на одной волне, прежде чем двигаться дальше. Конечно. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Я буду рад дать дополнительные разъяснения. Отлично. Думаю, на этом все. Спасибо, что уделили время. Урок 40. Поиск местных магазинов. Да, я ищу торговые центры или магазины в этом районе. Вы знаете хорошие варианты? Конечно. Примерно в 10 минутах отсюда есть большой торговый центр. У них есть множество магазинов и ресторанов. Замечательно. Именно на это я и надеялся. Есть ли поблизости что-нибудь еще, что стоит посетить? В нескольких кварталах также есть оживленный открытый рынок. У них много местных продавцов и изделий ручной работы. А, похоже, это мое место. Мне обязательно нужно будет посетить и то, и другое. Определенно. Рынок. Отличное место, где можно найти уникальные подарки и познакомиться с местной культурой. Отлично. Спасибо за рекомендации. Я благодарю вас за то, что вы нашли время помочь мне. Рады помочь. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие предложения во время вашего пребывания. Сгодится. Я с нетерпением жду возможности исследовать окрестности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!